Но если ты не согласна с своей жизнью, ничего не поменяется, понимаете? Первый шаг победы над судьбой, это чувство собственного достоинства должно принять судьбу. Согласиться с мужиком, который на две семьи живет. Согласиться с тем, что у меня сын склонен к суициду. Да, согласиться с этим. Сказать, да, это есть. И что дальше? А дальше мы все меняем. Но если вы не согласны, то как человек не соглашается со своей судьбой? Есть только один вариант не соглашаться. Два варианта. Первый вариант, человек говорит, что я ничего не сделаю, невозможно. Значит, что он принял, поражение от судьбы. Значит, будет поражение. Второй вариант, виноват он. Если он виноват, пусть он и меняет, что я так буду меняться? Вот если друзья у него, понимаете, у моего ребенка друзья хотят все подкончить жизнь самоубийством. Понимаете, Легенович, при чем тут я? Пускай друзья не меняются. Или в школу надо взорвать все это, где такие друзья. Ну, что-то надо с ними делать, я-то тут ни при чем. Это значит, что твоя судьба никогда не изменится, потому что ты свою судьбу перенесла на других людей. То есть, нашла козла от ущелья. То есть, козел во всем виноват. Я не виноват. В этом мире случайностей нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет. И крайне такие состатные. Понятно? Поэтому человек должен принять судьбу. Иначе невозможно жить. И на это надо тратить все свои силы. Понятно? Что делать? Надо просто аж идти на свет. Нравится это близким, не нравится. Цель человеческой жизни – это вера. Нет веры – нет жизни. Человек должен найти источник счастья, который наполнит его. Только Бог является таким источником. Поставит его достоинство на место, он почувствует себя сильно. Я сегодня бегал. И один молодой человек тоже бегал в парке. И он, когда пробежал мимо меня, у него лицо побледнело сначала. Потом, когда второй раз пробежал мимо меня, он такой пробегает ко мне. Говорит, я вас узнал. Я говорю, ну и что? Мне нужна сейчас консультация. Я знал, значит, я должен остановиться и консультировать. Я говорю, я сейчас должен добежать. И он за мной бегал, пока я не добегу. Чтобы я мне консультацию была. И основная проблема этого человека была такая. Он перестал верить в то, что он сможет победить свою судьбу. Хоть он и молится, понимаете, хоть он и бегает, работает над собой, но веры в нем в сердце нет. И это значит, что ничего не получится, понимаете, мои дорогие друзья. Потому что цель человеческой жизни – это обрести веру, что эта жизнь прекрасна, что она предназначена для победы, для счастья. Не для того, чтобы быть в униженном состоянии несчастной. Да и даже если жизнь заканчивается трудностями, это все равно для того, чтобы что-то важное произошло дальше. Потому что мы живем вечно. И если хотите знать, почему я так сказал, я могу вам рассказать. Хотите? Мне два сна все время, вот много-много, десятки раз снились в мою жизнь. Один сон – это, что мне трудно учиться в институте. А второй сон – это то, что мне трудно служить в армии. Сейчас я вам расскажу про второй сон. Ну, в общем, какой сон такой. Уже меня 55-й раз, короче, вызывают опять назад на переподготовку в армию. Я говорю, ну мне уже 50 лет, у меня военного билета нет уже. И такой ответ в сердце, а поменялись правила? Теперь их до 55 на переподготовку. Я говорю, во сне. Я говорю, что опять в эту роту, опять к этому прапорщику? Ну, а как же? Конечно, сюда же. Я говорю, да и легитир, этот прапочек уже умер. Нет, это ошибка, он живой. Ну, в общем, опять сейчас ужасно. Я такой, надо с этим разбираться, короче. Я во сне прямо начал медитировать на этот сон. Почему он мне все время снится? И представляете, я думаю, куда меня сердце все время зовет? Куда я иду служить? В какую армию? Я, короче, попадаю в такое место, то есть я во сне, ну, как бы начинаю вот это открываться мне, это память. Я во сне вижу такое место, в котором, не как у нас в армии, там были кровати одноэтажные, а трехэтажные. И там очень узкие пространства между, между, ну, как бы, и кровати, иди из дерева, они такие нормальные. Я смотрю, да это просто настилы. Я такой смотрю, а люди ходят в каких-то полосатых одеждах, вокруг колючей проволокой. Я понял, что это вообще не армия, это концлагерь. Я увидел людей вот со автоматчиками. Я увидел, как люди вокруг умирают, и я хочу им помочь, а не могу. Я понял, что я нахожусь в женском теле. У меня очень сильное сострадание от них, это не велико все. Я увидел, как я сам ухожу из жизни, в муках, молитвах. Я хочу победить свой звук, хочу вырваться отсюда. И не могу вырваться. И я все равно верю, что молитва моя мне поможет. В таком состоянии я ухожу из жизни. В следующей жизни я рождаюсь уже с детства, начиная побеждать судьбу, работать над собой, сильное сострадание испытывать к людям, которые страдают. Это значит, что тот уход из жизни, он был очень важным для меня, именно такой. Он дал мне импульс для развития в этой жизни. Поэтому еще раз повторяю вам, ничего не бывает зря. Услышали меня сейчас? Поэтому не скулите, если судьба ведет с вами не как сестра. Во всем есть глубокий смысл для вашей судьбы, которую вы сейчас не знаете. Но вы просто верите, что в этом есть глубокий смысл. И значит, этот глубокий смысл станет трамплином для вашего взлета. Вы будете сильную позицию в жизни займете, если вы победите свою судьбу, преодолеете. Сможете ее победить. Принимайте судьбу смело, не бойтесь. Все, что в вашей жизни происходит, так надо. Это не значит, что так должно продолжаться вечно. Еще раз повторяю, это первый шаг для победы от судьбы. Чувство собственного достоинства на место встало, вы приняли все, что есть. Значит, скоро этого будет меньше, если это плохо. Потому что вы встали на путь победы над судьбой в это время. Причем здесь, на этом пути, все не так просто, как нам кажется. Например, женщина говорит, Олег Инатьевич, зачем мне восхищать мужа, если у него уже семья и дети? Я говорю, потому что нет другого пути. Вы должны молиться о том, чтобы он вернулся. Она говорит, ну зачем? Ну объясните мне, зачем мне молиться, чтобы он вернулся? Я говорю, потому что если вы будете думать, что я хочу другого, то тогда вообще никого не получишь. Она говорит, ну а какой механизм? Как вот я получу другого, если этого я точно не получу? Я говорю, объясняю механизм. Вы молитесь о том, чтобы он вернулся. Молитесь, молитесь и проходите три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вы чувствуете, что все будет хорошо. Вы приняли судьбу, что он ушел, все поняли, спокойно стало. Вторая стадия – влияние называется. Ваша ниточка с ним восстанавливается. Вы уже чувствуете, что вы ему простили, можете с ним нормально разговаривать, у вас с ним восстанавливаются отношения, вы уже как друзья. Вторая стадия – он не возвращается. Я говорю вам в самый крайний случай. Третья стадия. У него в сердце изменилось от вашей молитвы, у него появилось раскаяние, он понял, что зря вас бросил. Он говорит, у меня здесь дети уже, жена, поэтому я не могу идти. И как только эта третья стадия прошла, он раскаялся и вот так сказал. Вы свой путь куда прошли? В своей семейной жизни. Это значит, что с этого момента сразу же у Бога есть партийное задание. Какое? Немедленно найти вам мужа. Какого? Лучше, чем этот, потому что вы же уже победили судьбу. Но это не значит, что он будет там ангел с небеса такой полетел или на белом коне там принц. Раньше был медведи, но сейчас принц встал. Он будет удаст человека, понимаете, своими проблемами. И надо будет все равно побеждать судьбу. Какие-то другие будут трудности, все равно жизни и жизни. Но именно так работает судьба, понимаете? Она не работает, что типа «Я, ты меня бросил, ну тогда пошел нафиг». И как бы, и все как бы пошла в свою жизнь. И там что? Так пустыни. Ты не хочешь побеждать судьбу? Хочешь своей жизни? Тогда там что будет? Со мной вот что происходит. Ко мне мы стали, друг не ходит. А ходит в празднику и суете непостоянные нитей. Понятно, да? Ну то есть не туда пошла, не тот результат. То есть настройте свою психику на веру в Бога. Вера в Бога, как она выражается? Вот некоторые люди говорят, я, да я в Бога верю, все кожу и вокруг плохие. Я в Бога верю, конечно. Да, конечно, ты не в Бога веришь. Потому что если человек верит в Бога, то он нормально относится к людям. Он всех уважает, ко всем относится позитивно. Он позитивный этот человек, понимаете? Это признак верить в Бога. То есть он верит, что все будет хорошо. Потому что если есть Бог, значит все будет хорошо. Просто некоторые люди не хотят, чтобы было хорошо. Они соглашаются на поражение. И значит, тогда у них ничего хорошо, не будет в жизни. И вы хорошо бы сказали, вы говорите, я не согласна на поражение. Дальше что? Но вы не знаете, как побеждать, правда? Дальше что? Дальше вы чисто случайно вообще узнаете, что есть лекции, как раз то, что вам надо. Правда? Потому что Бог начинает вам давать знания. Вы хотите победы, вы идете в этом пути Божьей. Задача Бога дать вам знания. Вы получаете знания дальше. Так или нет? Ну то есть вы все под контролем, правда ли? Осталось только начать действовать. Вот это все нужно делать. Первое, что человек должен сделать, он должен понять, что время, оно сковывает человека. Вот само понятие смерти означает, что человек сковывается в трех направлений. Первое направление – движение. Вот человек не хочет двигаться, лениться. Что происходит у него в теле? У него увеличивается лишний вес и токсины в тело приходят. Вот это обездвиженность. Это болезнь всех людей. Все люди не понимают одного закона, что тело, вот это вот тело, оно тянет нас к смерти, оно не тянет нас к жизни. Если мы идем на поводу у него, допустим, оно хочет спать, оно хочет есть, оно хочет секса, оно не хочет двигаться, оно не хочет работать. Вот начните бегать. И что, первое, вы что чувствуете? Тело такое, ну не хочу я бегать. Правда? Оно сопротивляется. Он такой, ну хватит, может остановимся уже. Оно не хочет бегать, тело постоянно не хочет. Оно хочет умирать, понимаете? Оно хочет обожраться. На ночь причем. Вот самое худшее, это обожраться на ночь. Именно на ночь оно и хочет обожраться. Вот днем оно может сказать, можно уже не кушать. Будьте, вроде бы, да. А на ночь надо обожраться обязательно. То есть тело хочет умереть, понимаете? И поэтому очень важно понять этот принцип. Если ваше тело зажато, сковано, то есть оно идет в три стадии. К смерти, по приближению к смерти, тремя стадии. Первая стадия – лишний вес. Лишний вес пробился уже, как бы с нет, он говорит, три лета. Вторая стадия – доброкачественные опухоли. Смерть говорит, два-три лета. И третья стадия – уже это не привет, это уже приход. Это злокачественные опухоли. Это уже не предупреждение, это повесточка. Понимаете? И в этом случае, когда у вас злокачественная опухоль пришла, здесь раздумывать нечего, надо удалять. Потому что это организм внутри вашего организма. Причем организм предназначен для того, чтобы вас убить. У него нет другой цели. Понятно? Его надо вырвать. Потому что организм любой имеет тонкое и грубое тело. Если грубого тела нет, то он уже не может там жить. Все. Опухоль обнаружили, сразу вырезать, потом думать уже, что делать. Если вы думаете, что делать, то она растет. И потом уже вырезать не сможете, потому что она дает метастазы, размножается по организму, и уничтожает вас. Ну, не тяните резину до этой стадии. Поймите принцип. Если вы хотите жить долго, то тогда нужно бороться с телом. Как с ним нужно бороться? Это то, что я сегодня делал в дендропарте вашей. Понимаете? Я боролся с телом, то есть бежал, долго бежал. Сейчас посмотрите на меня. Я как огурчик, правда? Легкость у меня в теле. Вы видите? Легкость, свежесть или нет? Сила. Видно? Сила такая. Да? Ой, мои хорошие, как мне было хорошо сегодня в вашем сосновом лесу. Вы не представляете. Там такая широкая, хорошая дорожка беговая. Все люди такие улыбаются, бегают. Три человека со мной поздоровались. Один сфотографировался, другой получил консультацию. Ну, очень просто, ну, классное место. Все желают счастье, улыбаются, все такие счастливые. Ну, людей мало, человек 15 лет. А завтра во сколько? По 16 километров. По 16 километров я бегу раз в 6 дней. Я не лошадь. Понятно? то есть, чтобы очистить организм, он потом восстанавливается уже будет какое-то время. Если 16 километров я спрашиваю 2 килограмма, у меня он должен восстанавливаться, иначе 2 килограмма, потом 5-2 килограмма. чем получится? В январь потом будет. Вот, поэтому нужна определенная последовательность. Пробежался, другие действия совершают, там, йогу, там, или еще что-то. Услышали меня, мои хорошие? А в какое время он всегда делается? Только до 12 часов дня, пока солнце восходит, в это время человек лечится. Все, солнце, он называет кала-чакра. Кала – это время, чакра – это колесо. То есть, вверх, говорится, солнце все решает, поскольку. Солнце, когда восходит, это время для омоложения. Оно энергии поднимает вверх и дает человеку возможность быть оптимистичным, здоровым. Солнце, когда уже поднялось, в это время человек работает. А когда он садится, это время для любви, для отношений, для детей, там, для… Понятно? Время все решает, солнце все решает. Утреннее время, самое раннее время утреннее, для манифу. Потом дальше время для работы над собой. Потом дальше время труда для людей. Потом дальше для семьи. Потом дальше для сна. Вот так устроено этот мир. Очень важно понять, что человек должен бросить вызов вот этому состоянию тела. Итак, первый вид старения я вам сказал, да? Второй вид старения другой. У человека возникают различные виды отчаяния в жизни. Вот эти все виды отчаяния. Черт, не нравится, не согласен, все плохо, тяжело. Это все превращается в жар, неплохо. Это в жар, потом… Это первая стадия старения. Вторая стадия… И когда это чувствует жар? Ночью чувствуешь, что спать тяжело там. Вот. Чувствуется в эмоциях. Хочется всех порвать просто. Злоба, обида, на всех обижаешься. Это значит, что старость уже постучалась к тебе. Они говорят, вот я тебе пришла обидеть, вот жара в твою жизнь. Это тело через тело тоже идет. Вторая стадия – это воспалительные процессы. Печень больная. Что с печенью делать? Ты не с печенью, с жаром что-то делаешь. Желудок воспаляется, кожа уже воспаляется. Ты же не знаешь, что с кожей. Может ее отрезать всю какую-то кожу. Нет, ты ее отрезать не можешь, тебе надо убирать жар из тела. Воспалительный процесс – вторая стадия. Третья стадия – это сахарный диабет, бронхиальная астма. Всякие… Красная волчанка там и так далее. Всякие заболевания, которые разрушают организм. Страдает иммунитет. Страдает обмен веществ и так далее. Что робить? Сейчас объясню. Нужно постного дела. Постного дела убирает вода, прочищает организм, убирает токсин, убирает жар. Это аскеза для тела. Человеку хочется жрать. Значит, нужно делать то, что-то противоположное. Пока человек ест, организм не может очищаться. Не хватает сил. Как только человек не ест, там у вас начинают все крутить тело. «Да хочу жрать!» А вы терпите и моетесь. И что в это время происходит? Он начинает жрать не то, что ему нравится, а то, что надо есть. А что надо есть в организме? Все ненужные клетки, все вот эти вот жир лишний там и все прочее. И организм начинает потом все здесь. Почему? А то больше нечего. Понятно? И вы избавляетесь от токсинов, от ненужных веществ в организме. И третий тип старения возникает от того, что человеку хочется быстрее получить то, что не положено. От этого он напрягается. Понимаете? И это напряжение копится внутри. Сначала просто напряжение. Трудно нагнуться, трудно разогнуться. Какое-то напряжение стало такое. Вторая стадия – это боль. Начинает голова болеть, там, кишечник, суставы. Это просто вторая стадия напряжения. И третья стадия – это уже суставы как бы деформируются. Боль превращается в спазмы. Спазмы – это инсульт, инфаркт. Вот. Или спазмы, там, в желудке. То есть, не шинеет, там, в сердце, там, и так далее, в желудке ничего. Не работает нормально. Что делать? В целом, на каждый тип старения существует по две астезы. Вот, допустим, если напряжение, то нужно длительное движение, неподвижное положение тела. До свидания напряжения. До свидания. И все зависит от того, где. Вот, вы говорите, допустим, я бегаю, чуть напряжение не проходит. Смотри, где напряжение. Если напряжение в слизистых оболочках, в коже, допустим, в виде сухости, да, сухость на коже – это и дело напряжение. Вот, в слизистых оболочках тоже там сухость, раздражение. То достаточно бегать 40 минут. Или ходить в два раза больше. И вы вылечились от этой проблемы. Есть и неподвижное положение тела. Такой же, как бег, такое же время, например. Если у вас проникло глубже напряжение уже в сосуды, мышцы, кости, тогда час надо бегать. Или неподвижное положение тела. Примерно столько же. Ну, то есть, вместе надо комбинировать. Можно одну аскезию делать полностью, а вторую наполовину и тоже поможет. Ну, допустим, полчаса неподвижное положение тела, час бег. Если у вас уже в печени, там, в поджелудочной железе напряжение, там, уже в головном мозге напряжение, это в головном мозге напряжение означает, что у вас там появились какие-то проблемы с головой, отеки там какие-то, что ж такое вообще тяжело так жить. Тогда час-два, отец надо бегать. Ну, чтобы внутренний орган лечить. А если у вас в нервной системе, у вас в психушку возят уже, значит, час сорок, час пятьдесят. Но в любом случае, чтобы не было, понимаете, люди в психушку, как бы все, и мы говорят, кто туда попал, это наши постоянные, как бы, гости. Мы вам, как бы, эту, как бы, дисконт-карту давать не будем, но все равно нам приедет. Понимаете, это неправда. Что такое психическое заболевание? Да это просто напряжение психики, все. И оно лечится. Час пятьдесят бег или неподвижное положение тела. Ну, то есть надо комбинировать и то другое. До свидания напряжения психики, все. То есть нет психического заболевания. Понимаете, о чем я вам говорю или нет? Все в этом организме, в этом мире можно изменить, если знаешь как. Дальше жар в теле. Лечится тоже двумя аскезами. Первое – это кост на воде. Второе – неподвижное положение тела. Лучше всего неподвижное положение тела сочетать с деревом. То есть дерево и так не двигается. У него уже эта сила есть быстрее от прочищения, качественнее происходит рядом с деревом. Спиной надо стать, не надо его обнимать. И следующий вид старения – это лишний вес, да? Нужно длительное движение и пост наводить. Видите, по две аскезы на каждую вид старения. Но именно убирается энергия старения из организма. То есть вы так аскезой выдвигаете время, вытаскиваете время из вашего тела. Вот этими аскезами. То есть делаете тело таким? Моложе. То есть оно может дольше жить. То есть это означает, что оно стареет тоже потихоньку, но это медленный процесс. Вот этого циклического старения не будет. И внезапной смерти не будет. Тяжелой болезни не будет. И покалечения не будет. Инвалентности не будет. Злокачественного покупления не будет. Классно же? Помирать будете здоровеньким. Как говорится. Супер. Раз. Плазки закрыл, улыбнулся и все. Видите, а аллергия из-за жара? Аллергия из-за жара. То есть обычно на коже соединяются напряжения и жара. Одновременно и получается вот эта вот ерунда. Или псориазм, или эрендермит. Но аллергия чаще всего именно из-за жара. Но если это уже не эрендермит, то там две вот проблемы уже. Солиазм тоже две проблемы. А если на холодный воздух аллергия? Это чистое напряжение. Чистейшее напряжение. Значит, надо не на холодном воздухе сначала бегать. Надо бегать. И неподвижное положение тела. И все. И вот это, ну, придет время. 40 минут бега и все, и кожа вылечивается. То есть вот эта аллергия на холод, она просто отсутствует. Она проходит. Но чувствительность повышенная все равно останется. Ну, аллергии не будет. Потом сочетать получается? Через один, не каждый день. Вот, допустим, если вы 16 километров пробежали, можно на следующий день вообще ничего не делать, отдохнуть. А через день можно сделать йогу, допустим, статические упражнения. Или пост на воде надо делать в зависимости от поста. Допустим, каждый день можно до обеда поститься. Я вот так почусь. По 16 часов. Вечером поел, в следующий раз в обед только. Я так очищаюсь во время. Знаете почему? Потому что я, ну, у меня огонь пищеваренный очень сильный, у меня аппетит сильный. Я не могу целый день поститься. Поэтому я почусь каждый день. По 16 часов. Тихий. Ну, так. А если аллергия на том-то? А если каждый день бегаешь по минут 30, это правильно каждый день? Кто, кто спрашивает? Ну, по 25 правильно, а по 30 уже лучше. Лучше вообще по 30 не бегать. Вот вы, вам надо бегать по 43 минуты. Вы таким образом будете прощать один цилиндр. Мне 43 года. 43 минуты бегают? Блин, ну при чем 43 года? 43 минуты – это просто, когда у вас возникнет второе дыхание. Вот вы, когда бежите, у вас 21 минуту, 21 с половиной где-то, возникает облегчение, вам легче бежать становится. В это время вы защитный каркас проходите. Потом прибавляете еще столько же, 21 с половиной минуту, и у вас пройдет еще один цилиндр. Лучше бегать сразу уже, 43 минуты. Не на половине заканчивать. И тогда вам надо бегать через два дня. Или через день, или через два. Лучше. Вот так. А в промежутках делайте статические упражнения. Или постом, или в спортзал сходите, если есть время. Вот так примерно надо, понятно? Итак, зачем мы мучаем свое тело? Чтоб оно долго жило. Вот если вы будете так делать, допустим, вы 16 километров бегите, у вас продолжительность жизни увеличивается на 20 лет активно. То есть где-то 86-87 помирает. Нормально? Это лучше, чем там 60. В целом, в основном, у людей где-то возле 60 лет начинается активное старение. Если человек не живет как надо, то он или чуть-чуть раньше 60, или чуть-чуть позже кряпнет. Не хотите кряпать? Тогда аскезу для тела. Вот я вам сказал, прийти по аскезу. Сделайте, будь жить долго. Хорошее знание. Вот что делать, чтобы жить долго? Нужно тело заставлять аскезу совершать. И это продлевает жизнь. Все. Но надо это делать с радостью, желая всем счастья, спокойно. Если бежите, бежите спокойно, без дыхания. Если вы йога делаете спокойно тоже, проститесь тоже спокойно. Жрать захотели и кушать. Надо понять такой принцип. Если вы проститесь, нужно занять себя чем-то, чтобы вам не хотелось кушать. Иначе это нехорошо. А если я не учусь, как вы захотите? Начинайте все делать постепенно. Впереди у жизни только дай. Я начал бегать с 500 метров. Постепенно, аккуратненько, повышал дистанцию. Вообще очень легко. Первый год я за год увеличил дистанцию где-то до 4,5 км. За год. Я год бегал, каждый день до 4,5 км. Я почувствовал, что надо бегать через тени. В том, через тени. За 2,5 года я дошел до дистанции 16 км. То есть, чем больше бегаешь, тем больше можно увеличивать. Уже как бы организм разбегался, уже можно больше, больше, больше. Больше 16 уже не надо не увеличить, потому что я очищаю весь организм. Все. Цель достигнуть. Во время беременности можно? Ходить надо, ходить. А водой очищаться нельзя, да? Пост на воде? Нет, потому что ребенок хочет кушать постоянно. Его надо растить. Беременная и так постится. То есть, она на двоих живет. Длительная ходьба. Вот это анемия. У беременных анемия и токсикоз. Это значит, не хватает движения на свежем воздухе. Потому что движение увеличивает огонь пищеварения, увеличивает кислород в организме. То есть, оно дает возможность ребенку развиваться. Почему токсикоз? Потому что не хватает энергии для развития. Понимаете? Кислорода не хватает в организме, травмы, психической энергии и движения. То есть, надо больше ходить, бременной женщине. Никакого токсикоза, никакой анемии. Все усваивается, все классно. А если есть травма спины? А? Травма спины. Травма спины. Вот вы садитесь на ноги. То есть, ноги вперед хотели быть. И выгибаетесь вперед. Вот так. И вот так находиться. Чем больше, тем лучше в таком состоянии. Потом, когда вы ходите в это состояние, ложитесь просто. Потом вставать, делайте наклоны. И так делайте каждый день. Постепенно все в спине восстановится. Понятно? То есть, длительный наклон вперед. И вот в таком состоянии находиться.